Барнаульцы утопают в мусоре. Фактически в доме на Петросухова 2В проживает больше человек, чем в попрописке. Еще и жильцам соседнего многоквартирника гораздо удобнее выкинуть мусор в чужой бак, чем дойти до своего. Бункер для отходов переполняется за несколько дней, а регоператор вывозит отходы по нормативам раз в неделю. Этого мало. Как вернуть чистоту в свой двор, разбиралась Анастасия Меншакова. Центр города. Мы живем в помойке. Мы просто разные компании, разные учреждения, жилищные и так далее. Мы просто просим совета, помощи, чтобы решили нашу проблему. Мы платим за вывоз мусора. Почему страдаем? Легкое дуновение ветерка и мусор разлетается по всему двору. Это площадка для накопления твердых коммунальных отходов на Петросухова 2В в Барнауле. По нормативам регоператор должен вывозить отсюда 20 кубических метров ТКО в месяц. Реально вывозит еще больше. 30. Но это капля в море. Чище не становится. Мусор скапливается вокруг переполненного бункера. И по договору его собирать служба не обязана. Люди идут на остановку, соответственно, бросают все по дороге в наш портал. Все порталы вокруг пустые, кроме нашего. То есть он очень как-то удобно стоит. У нас наш дом одноподъездный. У нас вывоз мусора один раз в неделю, в среду. После вывоза мусора сразу же дворник убирает те пакеты, которые вокруг портала находятся. И, соответственно, портал уже полный в среду. Важный нюанс. На 250 прописанных в доме горожан приходится около 300 фактически проживающих. В итоге мусор образуется больше. А вывозят отходы так, как рассчитано по нормативам. То есть по минимуму. Это общая проблема для многих многоквартирных домов. Регоператоры видят следующий выход из ситуации. Посчитать фактически проживающих и составить норматив, исходя из этого. Убрать бункер-накопитель и организовать контейнерную площадку с закрытым доступом. За санитарным состоянием площадки, за учетом потребителей, ответственность лежит на управляющей компании. Необходимо вести более четкий учет потребителей, проживающих в этом доме, а также осуществляющих деятельность какую-то. На площадке перенакопление происходит. У нас данные совершенно другие, управляющие другие. То есть мы осуществляем транспортирование, исходя из нормативов накопления. Мы не знаем фактически, сколько должно образовываться отходов на данной территории. По словам жителей дома на Петросухово 2В, управляющая компания за год не смогла решить проблему. Что делать в том случае, если не получается договориться и УК, ненадлежащий, исполняет обязанности, нам рассказали в региональном министерстве строительства и ЖКХ. Потребители вправе обратиться в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный контроль. В Алтайском крае таким органом власти является Инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края. Город Барнаул, проспект Ленина, дом 7. Жильцы дома, о котором мы рассказали в нашем сюжете, решили действовать радикально. В апреле они переходят в другую управляющую компанию. Она барнаульцам обещает решить проблему. Анастасия Меншакова, Антон Еноткин, Илья Алексеев. Новости.